Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. У нас на обзоре было много цифровых и классических биологических микроскопов, а вот устройство карманного формата мы незаслуженно оставили без внимания. Сегодня будет сравнительный обзор сразу трёх моделей от торговых марок Segetto, Bresser и Carson с одинаковыми оптическими характеристиками. Поставляются устройства в картонных коробочках без какой-либо дополнительной защиты. Комплектуются элементами питания и инструкцией. У модели Bresser есть чехол, у модели Segetto есть предметный столик. Корпус всех устройств пластиковый. Распаковав микроскопы и поставив рядом мы были сильно удивлены. Модели от компании Bresser и Carson совсем крошечные. Длина не более 90 мм, вес порядка 30 грамм. Микроскоп от компании Segetto значительно больше, длина 150 мм, вес не менее 100 грамм. Оборудован съемной подставкой с металлическими лапками, выполняющей функцию предметного столика. Рядом с остальными Segetto кажется настоящим гигантом, хотя оптические возможности идентичны. Минимальное увеличение 60 крат, максимальное 100. На корпусе микроскопов мы видим кнопку включения подсветки, колесо регулировки фокуса и колесо регулировки увеличения. У модели Segetto колесо смены кратности заменено ползунком на три положения 60, 80 и 100 крат. Из трех испытуемых наиболее эргономичным оказался Carson. Колесо зума и фокуса крупные, с рифлением, очень удобно прикасаться пальцем. Надписи на корпусе хорошо читаемые, окуляр оборудован мягким резиновым наглазником. На корпусе Bresser надписи не читаемые, маховички зума и фокуса выполнены менее качественно. К эргономике Segetto значительных нареканий нет, ползунок зума перемещается жестко, колесо фокуса вращается плавно. Окуляры всех микроскопов выполнены в пластиковом корпусе, линзы не имеют просветляющих покрытий. Объективы аналогично окулярам не просветлены и в пластиковом корпусе. У микроскопов Bresser и Carson подсветка светодиодная, достаточно яркая. У Segetto в качестве осветительного элемента используется обычная лампа накаливания, не самое лучшее решение. Во-первых она греется, а во-вторых дает желтый свет. Для оценки изображения был использован мелкий печатный текст. Фото, которые вы увидите, были получены при помощи обычного смартфона, приставленного к окуляру камеры. Все микроскопы продемонстрировали достойное качество изображения, но есть существенные отличия. Лучшее поле зрения оказалось у микроскопа Segetto, а наиболее правильная цветопередача у Carson. Bresser проиграл по обоим показателям. Для профессиональных нужд коллекционерам, нумизматам, ювелирам рекомендуем приобретать Carson. Вы сможете на 100% правильно определить подлинность реликвии или проверить качество золотого покрытия благодаря правильной цветопередаче. Если рассматривать микроскопы как игрушки для развлечений и хобби, то можно рекомендовать все модели без исключения. Для стационарных наблюдений будет лучшим Segetto со своим предметным столиком. Для мобильных наблюдений Carson и Bresser благодаря компактным размерам. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!